Итак, коллеги, здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш увлекательный курс. Сегодня мы с вами сделаем еще один большой шаг в сторону машинного обучения. Сегодня мы с вами построим первый наш с вами алгоритм. Итак, давайте посмотрим содержание нашей лекции. Во-первых, мы с вами познакомимся с целым семейством, с целым классом алгоритмов, которые обычно называют метрическими алгоритмами. Мы научимся оценивать их качества, научимся для них подбирать правильные параметры, и затем мы научимся улучшать наши алгоритмы, чтобы они работали в больших реальных системах. Давайте начнем с первой части, познакомимся с метрическими алгоритмами. Давайте сначала вспомним, что было на прошлых лекциях. Во-первых, в машинном обучении мы говорим с вами об объектах. Объект — это некоторые случаи, с которыми мы будем работать. То есть на прошлой лекции мы с вами говорили, что объект — это ресторан, и для него мы предсказывали будущую продажу на последующий год. Этот ресторан, этот объект, описывается некоторым вектором характеристик, которые нам легко извлечь, померить. Это, например, количество кухонь в ресторане или тип его кухни. Также для ресторана есть какая-то целевая переменная, его скрытая характеристика, которую нам тяжело измерить или вообще невозможно. Ну, это, например, как раз выручка ресторана за следующий год. Мы не можем ее никак измерить. Поэтому наша задача — построить некую функцию A, которая бы аппроксимировала нашу неизвестную функцию F, ту самую, которая из нашего признаков пространства ставит в соответствии нашу скрытую целевую переменную. Построив такую функцию A, мы решим, по сути, задачу. Что нам дано для решения такой задачи? Нам дана ограниченная выборка, ограниченное множество объектов, которые мы дальше будем называть обучающей выборкой. На ней мы строим алгоритм и дальше проверяем его на какой-то тесты выборки. Во-первых, важно разделять две задачи машинного обучения с учителем. Дальше мы будем говорить именно об обучении с учителем. Мы помним, что есть как с учителем, так и без. Есть классификация — это когда наша целевая перемена представляет собой набор из M чисел, так называемая классификация. И регрессия, когда целевая перемена — это множество вещественных чисел или вообще несколько вещественных чисел, например, M штук. Окей. Продолжаем напоминание. Как нам строить такие алгоритмы? Чтобы что-то построить, нужно понять, какой алгоритм хороший, какой алгоритм плохой. Это довольно очевидно. Для этого мы введем функцию. Функцию потерь. Она очевидно неотрязательная, чтобы измерять адекватно потери. Она показывает величину ошибки алгоритма A на объекте X с ответом Y. Далее мы возьмем всю выборку и усредним такие функции потерь по всем объектам. Получим так называемый функционал качества. И такой универсальный принцип построения алгоритмов — это взять такой алгоритм, который бы минимизировал данный функционал. Ну, совершенно логичный принцип. Но может быть проблема. Проблема переобучения. Что вы этот функционал сминивизируете, но при этом ваш алгоритм просто подгонится, подтюнится под эту обучающую выборку. И на тесты выборки, какой-то отдельный отложенный, он покажет очень низкое качество. Это проблема переобучения, и мы с вами обсуждали, как с ним бороться. В дальнейшем мы построили формулу обучения из этой прекрасной статьи, которую я рекомендую вам прочитать, если вы еще не прочитали. Что обучение — это representation, evaluation и optimization. Represitation — это представление нашего параметрического или не параметрического семейства алгоритмов A. Evaluation — это, собственно, вид функции потерь, L. А optimization — это то, как вы этот минимум будете находить. И сегодня уникальная лекция, потому что сегодня мы будем рассмотреть алгоритмы, которые вообще это не требуют. Вот алгоритмы, которые мы будем сегодня рассматривать, они вот так не строятся. В дальнейшем они все будут так строиться, а вот эти нет. Это такие универсальные алгоритмы, такого житейского принципа, которые мы сейчас рассмотрим на следующих слайдах. А, нет, еще давайте вспомним про пример переобучения. То есть я вам показывал. Вот, смотрите, вот мы взяли точки, которые лежали напрямую, но при этом мы добавили случайный шум. И вот простая модель, которая будет хорошей ошибкой на учащей выборке. А вот сложная модель, у которой ошибка на обучении ноль, потому что она идеально подогнать по этой точке. Но при этом на тесте она будет показывать совершенно неадекватные результаты. Ну и то же самое можно сделать с классификацией. То есть хорошая модель с хорошей обучающей способностью и ужасно переобученная модель, которая при этом на трене имеет нулевую ошибку. Так вот, это было повторение. Я надеюсь, что мы все вспомнили. Коллеги, давайте... Есть у вас вопросы по этой теме? То есть дальше мы двигаемся дальше. Кстати, новый материал, поэтому давайте мы... Все ли здесь понятно? Да, отлично, все. Прекрасно. Идем к новым алгоритмам. Смотрите, во-первых, у любых алгоритмов должна быть какая-то подоплека. То есть почему они вообще работают? Для метрических алгоритмов есть такие две гипотезы, которые, в принципе, можно бить в одну, но я решил разбить на две. Вот смотрите, вот картинка из прошлой лекции, бинарная классификация. Объекты класса 0, объекты класса 1. И вот мы с вами построили такую разделяющую прямую, и сказали, что все, что слева от нее, это 0, справа 1. Метрические алгоритмы не требуют построения каких-то параметрических кривых, прямой. Они работают на очень простой гипотезе. Они говорят, что, скорее всего, объекты, которые похожие, они лежат в похожем классе. Ну, смотрите, вот очевидно, что если у вас тестовый объект будет здесь, вы, без сомнения, скажете, что он 0, просто потому что он лежит рядом с другими ноликами. А если объект тестовый здесь, вы, скорее всего, скажете, что он x, и вам, на самом деле, все равно напрямую. Вы можете просто посмотреть, насколько сильно этот объект удален от объектов этого класса в обучающей выборке. Понятная идея, да? То есть мы берем тестовый объект, смотрим, к какому классу он как бы ближе лежит с точки зрения расстояния, и к такому классу мы приписываем. Такой базовый жизненный принцип. То же самое может и с мультикласс-классификацией, то есть когда много классов. У вас много классов, вы просто берете тестовый объект, смотрите, сюда попал. Ближе треугольнички, значит треугольнички. Ближе квадратик, значит квадратик. Такой базовый принцип, который не требует никакого функционала эмпирического риска. Ну то же самое и с регрессией. Гипотеза непрерывности. То есть она говорит о том, что похожие объекты имеют похожий ответ. Ну кажется, это тоже совершенно логично. Вот здесь, опять-таки, в лекции мы строим какую-то параметрическую кривую. Ну это похоже на синус. Да, похоже на синус. Ну очевидно, что вам не нужно строить синус для того, чтобы ответить таргет, например, у этого объекта. Вот тестовый объект лежит здесь. Очевидно, что вы можете просто взять вот этот объект, вот этот, усреднить и получить таргет. То же самое и здесь. Берете add, add, усредняете и получаете таргет. То есть для того, чтобы получать ответы на тестовых выборках, вы вообще можете, по сути, усреднять с весами объекты из обучения. И это основано очень глобальной мысли, что похожий объект имеет похожий таргет. То есть эта гипотеза, она на самом деле довольно понятная. И если она реально работает, это самый лучший алгоритм будет. То есть если вы сможете выбрать такую функцию расстояния, которая реально применима именно в вашей задаче, это будет намного-намного-намного лучше работать, чем если вы будете строить непонятно какую параметрическую кривую. Понятно. Потому что функцию расстояния вы сможете построить, потому что вы примерно понимаете, как бы, конструкцию задачи. Вы можете понимать, как измерить расстояние между объектом А и объектом Б. Но вы можете не знать, как построить такую кривую. Коллеги, вопросы есть? Отлично. Идем. Хорошо. Ну все. То есть теперь у нас будет просто формальное описание, как делать предсказания метрическими алгоритмами. Вот смотрите. Пусть у нас есть выборка размера N. Как будет выглядеть алгоритм A, который будет квалифицировать объект X, имея обучающую выборку X-Train? Он будет брать все объекты из обучающей выборки, брать вес между этим объектом и объектом обучающей выборки, между тестом объектом и объектом обучающей выборки, и проверять, какой это класс. То есть еще раз аннотация, это значит, что оно равно единице тогда и то, когда истинно внутри скобочка. То есть мы берем все объекты класса C, умножаем их на их веса и смотрим число. Если оно большое, это хорошо. Ну и просто берем Rmax по всем C. То есть мы берем все объекты класса 1, считаем сумму их весов, считаем число. И так для всех классов. А потом берем Rmax. Очевидно, что такая конструкция и даст самый близкий класс к данному объекту X. Коллеги, понятно? Вес это расстояние? Нет, смотрите, как сказать вес, это наша вся лекция. Вот ориентируйтесь, вес это типа, насколько объект X и T близок к X. Неважно по какой метрике, по какому принципу. Просто отрискать к этому пока что чисто эмпирически. Вы понимаете, что объекты вот этот и этот, они близки. А вот этот и вот этот не очень. Чем ближе, тем ближе, тем больше. Да, да, смотрите, чем ближе объект из обучающей выборки к вашей тестовой выборке, к вашему тестовому объекту, тем важнее этот объект. Понятно? Потому что он ближе, его класс должен сильнее учитываться в общей формуле. Коллеги, это как бы важная тема, давайте мы ее все поймем. Еще вопросы есть? Чем ближе объект к тесту, тем важнее, тем сильнее мы должны его использовать для финальной классификации. Коллеги, то же самое и с регрессией. Только здесь я еще поделил на общую сумму. Зачем? Ну понятно, зачем, чтобы масштабы не изменить. Чтобы у вас от выбора весов, как бы, значение функции не поплыло. А. Мы взвешиваем с весами, а потом делим на сумму весов. Тогда вы масштаб не изменяете. То есть то же самое, мы берем объект y-it из обучающей выборки и взвешиваем его с весом, насколько этот x-it удален от объекта x. Идем в сторону регрессию. Вот этот n-i близки, у этого большой вес, если объект здесь. А этот далеко, у него вес очень маленький. Вот этот очень не похож на наш тестовый объект. Можно вопрос? Так, конечно. Еще раз поясните, вот в первой, в второй формуле y-it присутствует? Так. Так точно? Ну, непонятно, как они влияют на эту форму. Вот в первой форме y-it. Смотрите, вот. Мы берем те объекты, мы берем те y, которые относятся к классу 1, например, к классу апельсинчиков. И смотрим, насколько веса этих объект из этого класса близки к нашему тесту. То есть, чем больше этот объект похож на апельсинчик, тем больше у него будет веса. Да, то есть мы y-it и представляем вместо x-it. Нет, мы берем только те x-it, которые имеют этот y-it. Мы берем те x-it, которые относятся к классу 1. Из-за этой нотации. Вот смотрите, нотация. Берем все y-it такие, что 1. Тогда здесь будут не нули только для тех x-it, которые из 1. То есть, фичи класса 1. Апельсинчик. Коллеги. Нет, как раз таки нет. Нотация одинаковая, понимаете? То есть, как бы в этом смысл. Если она будет разная, уже не будет так работать. Коллеги, я очень рад, что вы это как бы спрашиваете. То есть, вам не все равно. Давайте еще раз. Что еще раз? Округление, на самом деле, не очень важно. То есть, это же регрессия. Вам типа важно вещественное число. Для классификации у вас просто R-максимум стоит. Коллеги, пожалуйста, потише. А то я не слушаю вопросы. Коллеги, еще вопросы есть? Просто по формуле. Все, отлично. Коллеги, давайте еще активнее. Давайте победим метрические алгоритмы. Вторая форма для Y-квита, это 1.0 или что-то еще? А, это что? Смотрите, регрессия. Регрессия Y – это вещественное число. Это, например, сколько магазин продаст товара за год. И вы просто эти товары складываете с весами. То есть, я правильно понимаю, что это практически мотоожидание? Нет, потому что веса – это все что угодно. Мотоожидание – это вероятность все-таки. Ну, типа, для того, чтобы вам это, как бы сказать, было интуитивнее, вы можете считать, что эти веса – это вероятность того, что эти там из чего-то одного. И так вы складываете их, как мотоожидание. Но это как бы… Любая математика за это как бы порежет. Понимаете? Поэтому давайте не считать это мотоожиданием. Это как бы параметрическое среднее, так можно сказать. Типа, взвешенное среднее. Ну, нормированное еще просто. То есть, нормированное взвешенное среднее. Так, а расстояние, ну, чем ближе, тем ближе к единице. Ну, чем-то к нулю обычно. То есть, между… Ну, как бы… Если вы изучали, там, матрика, там, метрика, типа, там, ρ от x, x равно нулю. То есть, как бы, минимум у расстояния 0, когда объект один и тот же. То есть, между объектом x и таким же расстоянием 0. Так, тогда, если объекты близки, то вот в произведении расстояние близко к нулю… А, да, сори, да. Это обратно, да, естественно, сори, да, это я ошибся. То есть, вес – это чем, ну, чем ближе, тем больше, поэтому это обратно функция расстояния, да. Да, тогда другой вопрос, что если наш объект далеко от всех объектов, как его оценить? Ну, вот это будет проблема. То есть, да. Нет, там бессмысленно. Если, да, у таких объектов бессмысленно, и, скорее всего, это будет просто выброс. То есть, вы можете понять это по методам детекции аномалии. Но чисто формально вы сможете для него посещать такую штуку. Чисто формально. Но, скорее всего, это смысла никакого не будет иметь. Это будет ошибка. То есть, скорее всего, с выбросами он должен будет работать отдельно. Коллеги? То есть, да, если я оговорился, это обратно функция расстояния. Это не расстояние. То есть, чем ближе, тем важнее. Коллеги? Так вот, дальше. Очень умная мысль. Не параметрический. То есть, смотрите, обычно вот форму весов берут просто как бы интуитивно. То есть, типа, ну, как вы верно сказали, один на расстояние, да, например. А расстояние, например, Евклидова. Или Чебушова. Или какое еще угодно. Да, видите? То есть, оно не параметрический. То есть, модель никак не параметризуется. Тут нет никакого функционала эмпирического риска. Мы ничего не настраиваем. И еще он называется ленивый. Ленивый значит, что он не обучается. Что он делает? Он просто берет всю выборку, запоминает ее, считает все эти дурацкие расстояния, а в одном, собственно, делает такой предикт. То есть, он не обучает ничего в себе внутри. И у него нет параметров. Это понятно, коллеги? То есть, дальше мы с вами разбирать параметрические уже алгоритмы, которые не ленивые. А это такой уникальный случай, когда алгоритм вообще, по сути, не обучается. Он просто запоминает и сразу делает предикт. Коллеги, идем дальше? Прекрасно. Теперь, как сказать, первый шаг к кругольному камню. Как же знать веса? Во-первых, давайте введем такую нотацию, которую, скорее всего, вы столкнетесь, когда будете использовать какие-нибудь библиотеки. Например, библиотеку Escalern. Значит, там очень четкое ограничение. Есть алгоритм ближайшего соседа. Ближайший соседа, значит, вы берете только один объект, самый близкий. И только у него будет ненуливой вес. Понятно, да? Это алгоритм ближайшего соседа. То есть, мы берем вот этот, вот у нас текстовый объект, допустим, этот, ближайший какой к нему этот, и мы берем просто его таргет. Все. Конец. Вес один и только у ближайшего объекта. И второй вариант. Не ненуливой веса только для к ближайших объектов. Алгоритм называют к ближайших соседей. Как бы в народе он называет к н н. То есть, вы слышите, к н н, это вот про это. Там к нилис, не бухрус, он же к н н. То есть, что это значит? Значит, мы берем для вот этой точки тестовой к самых ближайших объектов и усредняем. А на остальные объекты просто забиваем. То есть, в этой сумме суммирование будет идти только по тем к объектам. Остальные мы просто не рассматриваем. Это сильно вам ускорит предсказание. То есть, у вас раньше было за n, а теперь вы будете за k. Только одна проблема, можете k посчитать еще. Так, это понятно. То есть, обычно так делают, обычно зануляют все, которые дальше k. То есть, все всю трен не берут. Ну и очевидные такие эвристические формулы. Пусть x и ты, это и ты являешься объектом x. То есть, x первая — это самый близкий. Это значит, самый простой вариант — это все равномерно. То есть, просто вес — это 1 на k, где k — число соседей. То есть, всех соседей берем с одинаковым весом. Ну, прикольно. Но, мне кажется, не лучший вариант. Это линейный вариант. Что у вас вес зависит линейно от того, как удаляется от объекта. То есть, чем дальше у вас сосед — it, тем меньше у вас вес. И это номер поблизости, как бы. То есть, там, десятый — это вычитается. Но это, как бы, меньше нуля не будет, потому что здесь номерок в на k. Ну и то же самое можно, как бы, в такой форме тоже представлять. Вы возводите альфа в какую-то степень. То есть, например, альфа в десятой — это сильно меньше, если альфа 0,1, чем альфа в первой. Я правильно понимаю, что, типа, альфа 1, ну, x1, xn — они упорядочены уже? Да, 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 конечно. Ну, то есть, они упорядочены поблизости. Поблизости к x. А почему, ну, как бы, вес не связывается именно с этой метрикой? Вот, смотрите, это один из вариантов. Знаете, вот обычно так не делают, вы правы. Обычно так делают только в основных случаях. То есть, обычно действительно упорядочен с метрикой. Но самый базовый вариант — это просто упорядочить по item. То есть, типа, чем дальше, чем, как бы, чем минимум близок, тем хуже. Коллеги, это понятно. Это как бы, как сдавать веса по порядку поблизости. Теперь, как сдавать веса по, как бы, по метрике, как вы верно заметили. Итак, ну, вы уже оформили проблему, что в прошлом варианте мы никак не учитывали собственное расстояние. Вообще никак. Ну, давайте веса сдавать через расстояние. Ведем какую-то функцию ρ. На самом деле, это может быть метрик или нет. Потом мы это разберем. И от нее какую-то функцию k. Ну, в самом простом варианте, как вы верно сказали, обратную просто. То есть, k от ρ — это будет наш вес. Где k может быть совершенно все, что угодно. Как мы помним, для регрессии мы это все нормируем, поэтому нам с вами наплевать, в каком диапазоне работает k. Очевидно, что там должна быть монотонно убывающая. Да, то есть, чем больше ρ, тем меньше k. И наоборот, чем ближе объекты, тем больше финальный вес. Ну, я просто как бы накидал из головы какие-то примеры. Вот совершенно просто из головы я даже не заморачивался. То есть, первый вариант — это просто обратная функция. Я просто добавил здесь бета какой-то, чтобы просто на ноль не делить, когда у вас будет объект такой же. То есть, если он будет объект в обучающей выборке точно такой же, как тестовый, вы хотя бы здесь получите небесконечность. Ну, и понятно, что вы можете как экспонент убрать или тоже в свою степень. То есть, обычно просто берут вот этот вариант и не заморачиваются. Ну, можно, например, квадрат взять, например, здесь еще. То есть, брать не обратное расстояние, а обратно квадратное расстояние. Но вот это все и в ристики, вы понимаете. То есть, это никто вам заранее не скажет. В обычном алгоритме склерна, по-моему, просто берется обратное. Но я хочу, чтобы вынесли такое базовое правило машинного обучения. Пока не попробуешь, не узнаешь. Если ты не видел это уже заранее. То есть, если вы задачу видите в первый раз, можете все что угодно, на самом деле. Если у вас нет большой экспертизы в ней. То есть, правильный вариант, как подобрать все, попробуйте, как бы все варианты. Ну, из разумных вариантов. Коллеги, вопросы про задание весов у вас есть? Смотрите, с точки зрения здравого смысла, да. Ну, смотрите, вы будете взвешивать с весами. То есть, у вас будет какой-то объект быть с негативом. С точки зрения алгоритма, это ни на что не повлияет. То есть, если вы уверены, что есть какие-то алгоритмы, которые, наоборот, вытягивают их вообще в другую сторону, то можете брать и ответственные. Понимаете, да? То есть, если у вас есть строгое положение о том, что у вас есть объект, который нужно брать с минусом вообще в сумму. Но обычно так не делают. То есть, обычно это берут именно неответственную функцию. Коллеги, есть еще разумные вопросы? А вот вы говорили про эту гипотезу про близость. Там вот что первично? Вот это функция расстояния или это гипотеза? Что из чего следует? Смотрите, гипотеза близости, она вам дает, как бы, возможность это все применять. Она говорит, типа, что в реальных прикладных задачах, скорее всего, стоит эти алгоритмы применять. Она такая более фундаментальная в этом плане. Вот именно для машинного обучения. Ну, понятно, что расстояние, метрика, она более фундаментальная, чем все что угодно. То есть, сначала постулируется, что гипотеза верна, а потом уже появится ограничение на функцию. Да, если она не верна, вы просто не можете задать. То есть, если у вас нет такого, как бы, нет уверенности в том, что для объекта А и объекта Б, если они близки, у них будет таргет одинаковый, если у вас нет такой уверенности, то вы уже не можете решать это. Потому что, да, непонятно, как вообще в этой расстоянии, если она заранее не верна. Коллеги, еще вопросы есть? Если нет, то мы перейдем к чему-то более интересному. А, ну вот, картинки. Смотрите, пример классификации. Здесь разный кайт. Помните, что я вам говорил на позапрошлом слайде? Это количество соседей. 99, 1. Вот, смотрите, алгоритм. Тут источник есть, но что-то он не вылезает. Смотрите, карно 1, видите, у вас вот красный разделяющий кривая, она очень сильно такая переобученная. Видите, у вас объект Х1, и у вас уже около него область, где-то будет класс 1. Видите, это очень-очень похоже на переобучение. Видите, у вас такая она вся рваная и противная. Для каждого объекта она прямо просто вырывает у себя такую окрестность. Видите, что это явно переобучение. То есть это не класс 1. Скорее всего, это класс 0. Ну, если 0, это синенький. А вот, картофель 99. Видите, вот это, оно посчитало, что это не класс 1. Потому что соседей здесь нет у них. Они как бы, это еще можно назвать выбросами. Это тоже, видите, здесь прямая такая более ровная, более приятная. Вот здесь обобщающая способность алгоритма сильно-сильно лучше. А здесь она будет очень-очень маленькая. Видите, на обучающей выборке, опять-таки, функционал качества будет нулевой, потому что он идеально, идеально-идеально все разбил. Вот идеально абсолютно. Каждый элемент обучающей выборке. Но на тесты выборки очевидно, что этот алгоритм будет работать лучше. Ну, потому что нужно в 2.7 набрать. Да, да, абсолютно верно. То есть, наверное, вот так это тоже грубовато. Вот видите, очень грубовато, да, получилось. То есть, скорее всего, вот эти тоже нужно было как бы захватить какими-то вот такими штуками. Видите, их тут много. А оно все равно их обрубило. И там синенькие тоже. Ну, да, 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 то же самое со стороны. То есть, очевидно, что это грубовато, ну и это грубовато. То есть, как бы, правильно, это как бы, как это называется? Чувство меры. Вот, чувство меры. Правильно. И то же самое на регрессии, но только я уже здесь взял другую картинку. Тут есть, тут веса задаются юниформ, как я говорил, один на К. А здесь обратно расстоянию. Как в первом случае. И вот видите, как у вас здесь тоже самое получается. У вас здесь функция такая более, как сказать, ну, приятная, что ли. А здесь, видите, такие пики страшные. Потому что у вас у объекта отсюда расстояние, вес зависит от обратного расстояния, и у этого объекта сильный вес больше. И оно притягивает к себе, как бы, функцию. Видите, то есть у вас в итоге ваш алгоритм становится более рваный, более переобученный. То есть здесь точно такая же проблема, как и с классификацией, просто здесь я взял по-другому зал веса. То есть то же самое, что и для числа серий. Выбор, как изменяются веса, тоже влияет на переобучение вашей модели. То есть если у вас веса обратно пропорционально расстоянию, то очевидно, что в области, где есть сам объект, у вас значение будет сильно завышено. Просто потому что у него сильно-сильно-сильно большой вес. Как это понятно, да? То есть вот здесь у этого объекта очень-очень большой вес. Ну, а здесь у него такой же вес, как у всех остальных. А здесь очень большой, а здесь такой же. Коллеги, понятно? Из-за этого здесь переобучение идет, а здесь его нет. Но при этом совершенно не факт, что этот алгоритм, как бы, будет лучше. Возможно, все равно, как бы, возможно, это все равно не лучший вариант. Возможно. Возможно, стоит картинать побольше здесь, чтобы не было таких рваных. Коллеги, с переобучением понятно? То есть идеально, идеально. Мы все понимаем, точно все понимаем. Ну, ладно, я вижу ваши удовлетворенные глаза, наверное. Наверное, что это значит. Ну, все, так отлично. Значит, давайте подытожим, что мы с вами разобрали за полчаса. Мы познакомились с гипотезами, которые позволяют вам использовать, вообще говоря, алгоритмы машинного обучения, вообще как бы ничего не обучая. Вы просто сканируете выборку, запоминаете, считаете расстояние все, а потом просто с весами для новых тестовых объектов делать предсказания. Прикольно. Мы с вами научились, вообще говоря, как можно эти веса задавать. И посмотрели на примеры переобучения. Мы поняли с вами, что есть, как бы, варианты, где у вас хорошая обобщающая способность, например, где у вас много соседей. А есть варианты, где у вас низкая обобщающая способность, например, где соседей очень мало, например, один. Вопросы по базовому такому введению в метрический алгоритм у нас есть? Такие фундаментальные какие-нибудь. Или мы идем дальше и будем оценивать качество? Окей. Переходим к оценке качества. Мы с вами немножко на прошлой лекции об этом говорили, про функционал эмпирического риска, все такое. А теперь нужно как-то более это все конкретировать, сделать это более стройным, чтобы вы точно понимали, что делать на питоне, как считать. У вас будет домашка уже в этот день, да. У вас будет домашка по метрическим алгоритмам. И я надеюсь, что вы сделаете ее и сделаете ее хорошо и без каких проблем. Итак, давайте разберемся с очень важным-важным вопросом. Можно ли число соседей K настраивать на обучающие выборки? Что я имею в виду? Берем число K1, считаем этот функционал. K2 считаем функционал, 3, тыры-пыры, и берем минимальный. Вот то, что говорит нам функционал эмпирического риска. Вот можно ли так делать? Вот, да, коллеги. Давайте мы прям вот запомним навсегда. Нельзя так делать. Почему? Потому что при K1 у вас функционал нулевой. Он просто запомнил все-все-все-все-все объекты из трейна. И когда он будет брать новый объект, он будет стараться с каждым находить K1, то есть его же самого, и получать, что он ему идеально классифицировал. Или срегрессировал. Понятно, да? То есть это как бы плохая идея. Вариант номер 2. На тестовой выборке. Можно ли брать тест? Обучаете вы на трейне, то есть вы запоминаете выборку из трейна, а потом K настраиваете на тесте. То есть вы берете все K, то же самое. Считаете функционал качества, но уже на тесте. То есть здесь берете тестовое множество. Усредняете, считаете скор, K2, 3, 4, и вот так вот. Можно ли так делать? Это тоже от тестового выборка. Еще раз давайте варианты. Типа мы на тестовой выборке к ней подстраиваем. Да, просто я вижу, как вы растете на глазах. Смотрите, нельзя так делать. Почему? Потому что тест — это ваш как бы финальный вариант. То есть тест — это вообще какой-нибудь заказчик. Какие-то сторонние люди. Вы не можете настраивать параметры вашего алгоритма на неприкосновенном вот этом чуде. Понимаете? Иначе у вас уже оценка будет смещена. Вот смысл оценки на тесте в том, чтобы он показывал, как ваш алгоритм работает как бы на всей генеральной совокупности. То есть как он в общем хорош или в общем плох. Если вы будете его использовать для настройки параметров, вы уже такую оценку не получите. Понятно. Вопрос. Что же нам делать? Что же нам делать? Что же нам делать? Ну, ответ здесь. То есть как бы всегда во время работы с какой-то приклонной задачей вам придется обучающую выборку делить на обучающую и валидационную. То есть на валидационную вы будете оценить ваши параметры. А на обучающую вы будете, собственно, обучать ваш прекрасный алгоритм. Кстати, вот тут важное определение. Это что такое структурный параметр? Вы будете с ним часто-часто встречаться. То есть может быть не все предупредители будут его как бы использовать в своих лекциях, но я хочу, чтобы вы понимали. Если вы видите этот параметр, который как-то, который как бы наличие его, изменение его ухудшает заведомо качество на обучении. Например, К. То есть очевидно, чем больше у вас К, тем хуже вы будете обучаться на трене. То есть параметр структурный. Их нельзя настраивать на обучение. Вот К, количество сетей, это типичный пример структурного параметра. На следующей лекции мы с вами познакомимся с лейной регрессией, там тоже будет структурный параметр. Я хочу, чтобы вы это понимали и четко остановили. Ну и тут я должен сказать какие-то очень умные слова про переобучение. Про переобучение. Что вы еще должны понимать? Есть очень, как бы, вот эти алгоритмы, которые метрические, они по-своему уникальны. По-своему уникальны. Почему? Вот помните, мы с вами говорили про сложность модели. Сложность модели. Вот мы давали какое-то ее очень, как сказать, неточное определение. Давайте подумаем, что же это значит. То есть что в принципе? Сложность модели и сложные элеметрические алгоритмы. Вот по-простому говоря, между нами, сложность модели это то, насколько сильно она сможет подогнаться под обучающую выборку. То есть вот вы ее кормите данные, датасет, она под них подгоняется. Кормите еще больше, тоже подгоняется. Вот чем большее количество данных она сможет переварить, так, чтобы подогнаться под них, чтобы лосс на трене получить минимальный, тем больше ее емкость, сложность. Сложность и емкость одно и то же. Смотрите, как вы думаете, какая у вас в этом смысле сложность у внутренних алгоритмов? Да, она просто супер максимальная. Они могут разбить абсолютно все. Эти примеры алгоритмов с бесконечной емкостью, с бесконечной сложностью. У вас будет немного таких алгоритмов, но это такой пример. И когда вы работаете с алгоритмами с бесконечной емкостью, вы не можете так делать. Вы сразу получаете проблемы с тем, чтобы настраивать их на трене. Потому что у вас как бы идеальный вариант, он нулевой. Понятно. У вас будут примеры алгоритмов с бесконечной емкостью, и это как бы первый из них. Коллеги, идем дальше. В чем проблема с просто выделить валидацию? Проблема две. Я указал одну, на самом деле проблема две. Вторую я забыл. Во-первых, качество очень сильно зависит от объектов. Вот если вы разбили как-то, у вас объектов не очень мало, и у вас в валидацию попало заведомо какие-то сложные-сложные объекты. Вот заведомо сложные. У вас очевидно качество уже будет сильно плохое. Или наоборот. Вы разбили случайно, и оказалось так, что у вас в валидацию попали заведомо очень простые, легко разделяемые объекты. И качество, наоборот, будет завышенное. Нам такое не нужно. Нужно, чтобы качество было объективно показывало, как ваш алгоритм хорош на всей генеральной совокупности. Это первая проблема. Вторая проблема. Вы теряете объект очень сильно. То есть вы когда делаете train, ну, делаете train на train и валидацию, у вас как бы из train что-то ушло, и оценка будет менее достоверной. Какой вариант? Какой вариант? Скользящий контроль. Что мы делаем? Мы берем весь train и отчимаем у него кусок валидации. Обучаем на зелененьком алгоритм, на тестовом предсказываем, дальше меняем тестовый, сюда, обучаем на зелененьком зелененьком, на тестовом предсказываем. Так много-много-много-много-много-много-много раз. Обычно в эскалерне это называется число фолдов. Вот сколько раз вы так делаете, это nфолд. Обычно там типа вот два фолда, это значит train просто сплит на train и валидацию. Можно вопрос? Да, конечно. Вот вы на предыдущем сайте говорили о роли валидации. Я так понял, что тут всего делится тогда сет на три части, а у вас здесь две. Посмотрите, тест-сет я здесь не беру. То есть тест он отдельный. То есть есть train ваш, который вам дал как бы... То есть у заказчика как бы тест. Он на этом тестил, потому что финальный алгоритм. Вам же дали только train. И вы с train как хотите делаете. Ходите как хотите делите. А тест он неприкосновенный, он как бы святой в этом плане. То есть здесь это только train. Понятно, вы подели там 10 раз, посчитали 10 меток и усредили. Понятно, да? И в пределе, когда... То есть самый как бы долгий-долгий-долгий-долгий вариант, когда у вас каждый тест — это всего один объект. Это называется leave one out. Leave one out. То есть типа... Короче, уйди один, пожалуйста. И это как бы самое-самое честное... Честное метрико-качество, но при этом она очень-очень долго считается. То есть вам нужно будет n раз обучить n моделей, а потом их усреднить как бы скоро их. Коллеги, это понятно. Отлично. Теперь немножко просто про то, как оценить качество. Наша любимая формула. Для эгрессии какие бывают функции потерь? Ну, например, функция вот эта такая. То есть это из предсказания на объекты x, x вычитаем его y. Сказуем в квадрат. Соответствующий функционал качества называется для него mse. То есть min squared error. То есть просто разница квадратов между предсказанием и ответом. Более сложный вариант, наверное, это разница модулей. Соответствующий функционал называется m-e-a-e. То есть min average error. Коллеги, давайте подумаем. Когда этот лучше... Чем этот лучше, чем этот лучше. Вот так чисто вот интуитивно, как вы думаете. Ну да, то есть как бы базовый вариант, это дифференцируемый, поэтому вы можете вот, когда будете это минимизировать, вы можете как бы использовать градиентный метод оптимизации. А чем этот лучше, чем этот, может быть? Так, ну первое, он будет задавать более высокого оценка, когда у них очень много выбросов. Абсолютно верно, да. То есть вот этот функционал, смотрите, оно здесь от квадрата. То есть если у вас объект Y, точнее объект XY какой-то выброс, и у вас от X вообще по нему не фитится, просто не изучилось. То есть оно просто очень далеко. У вас ошибка будет квадратична. То есть вы будете очень-очень сильно штрафовать на тех объектах, которые просто не ложатся по вашей функции потерь. А здесь более честно, здесь без квадратов, просто остатки. Вот эта штука лучше работает, когда у вас много выбросов просто. Вы не сильно под них подстраиваетесь, а здесь вы подстраиваетесь сильно, потому что у вас модель штрафуется именно за уже квадрат. Понятно, да, ценим? Логарифмическая функция потерь, это используется тогда, когда вам важно подсказать как бы на порядок. То есть вам как бы на такие мелочи наплевать, как типа, ну, разность, ха, камон. А вот логарифм разности, это уже как бы другое дело. То есть вы тут подскажите, на сколько порядков вы ошиблись. Ну, это, понятно, такие очень специфические задачки. Это всякие там прогнозируют какие-то там спроса, какие-то больших вообще там, типа там 100 или 1000 продадут, понимаете? То есть здесь мы не гонимся за мелочью, здесь там важно, чтобы мы не ошиблись хотя бы на порядок. Ну, и понятно, что то же самое, что это. В мапе min average percent year, это, собственно, min square logarithm year. Ну, обычное майя только делено на y. То есть мы хотим, чтобы в процентном соотношении мы правильно угадывали. Потому что здесь у нас чем больше y, тем больше как бы вес, а здесь мы их как бы нормируем на y. То есть мы говорим, что нам важно ошибаться в процентах. Мы измеряем ошибку в процентах уже. Поэтому это ошибка процентная. Понятно, я просто 4 набросал из головы, как понятно, что их очень-очень много. И это просто, наверное, самый популярный. Ну, и более, как бы сказать, сложный вариант — это классификация. Итак, самый простой вариант метрики классификации — это точность. Она же accuracy. То есть у вас функция l — это просто количество раз, когда у вас a от x, y. Только здесь не равно, не равно. Не равно. То есть это ошибка. Здесь общатка. То есть это сколько раз вы неправильно предсказали класс. То есть процент правильно классификации объектов — это просто самый простой вариант для качества классификации. Понятно. Но смотрите, вот хватит ли нам этой accuracy? Вот представим, что у нас есть тестовая выборка из 100 объектов. А нет, из 1000 объектов. Из них 10 объектов класса 1 и 990 объектов класса 0. Такое можно быть, да? То есть у нас выборка сильная, что называется, несбалансирована. 10 объектов класса 1 и 990 класса 0. Вот какая будет точность, она же accuracy, у алгоритма, который предскажет везде константный класс 0? Так, давайте это посчитаем вместе. У нас 1000 объектов. 990 класса 0 и 10 класса 1. Мы всем говорим класс 0. Какая у нас будет точность? Почему 10? Короче, вот на это забудьте, это как бы вас плохо путает. Просто, кстати, процент правильных классных объектов. Вот это просто опечатка, я, по-моему, исправлю в лекции. Вот процент правильных классных объектов. Да, 99 как бы. Видите, у вас объект, у вас алгоритм совершенно глупый, просто как бы самый глупый. Вы просто говорите всем констант, а у вас точность 99. Понимаете, да? Чувствуете проблему такую глубокую философскую? Поэтому для задач с такой сильный дисбалансом классов accuracy не применяют. Применяют, соответственно, другие метрики, которые мы сейчас скажем дальше. Это precision и recall и fscore. Что такое precision? То, что это аккуратность. Это процент правильно классированных объектов класса 1 среди всех объектов, которым алгоритм присвоен класс 1. То есть это, типа, насколько вашему алгоритму можно доверять? Вот если он сказал, что это класс 1, вот насколько это точно? Понимаете, да? То есть в вашем случае precision 0, потому что он ни одного объекта класса 1 не кассировал. Он сказал, что все нули, а единицу не сказал. Понятно, да? То есть обычно делают класс 1 для того класса, который несбалансирован. Понимаете, да? Задача неизбалтимых классов обычно так делают. То есть очень много класса 0 и очень мало класса 1. И recall — это процент классированных объектов класса 1 среди всех объектов класса 1. Это насколько много из класса 1 он, в принципе, как бы взял. Понимаете? То есть здесь насколько он аккуратно взял, а здесь насколько полно он взял. Понятно, да? То есть если он не взял ни одного объекта из класса 1 среди всех, то это как бы плохо. Это как бы 0. То есть у вас было 10 объектов класса 1, а он ни одного из них не кассировал. Это как бы 0. Понятно. Теперь fscore. То есть чем плохо иметь две метрики precision и recall? Давайте еще раз. Precision — это то, насколько ваш алгоритм аккуратен. То есть если он сказал класс 1, насколько ему можно доверять. А recall — это то, насколько он вообще всего нашел объект класса 1. То есть насколько он полон. В общем, две метрики. Они как бы про разное. Про аккуратность и про полноту. Иметь две метрики плохо. Просто плохо. Вот как бы как... Чисто спросишь к точке зрения — это плохо. У вас две метрики, и вот у вас одна выросла, другая уменьшилась. Типа ничего. Как бы это хорошо, плохо, непонятно. То есть всегда как бы в реальной задаче хочется иметь одну метрику. Совершенно естественное желание человека — это как-то сегрегировать. Сегрегировать две метрики. Ну, для этих целей делается F-score. Это среднегармонический пресижный recall. Ну, по определению среднегармонического просто расписал. То есть если одно из них ноль, все, ноль. То есть почему это среднегармоническое, а не среднеарифметическое или среднегерметическое? Коллеги, как вы думаете? У меня есть такой вопрос. Почему среднегармоническое? Такая довольно специфическая вещь. Я не верю, что вы сами когда-нибудь считали среднегармоническое в жизни, как и я. Может, это связано с тем, что оно самое большое и среднегармоническое? Среднегармоническое. Оно самое большое и среднегармоническое. Так, да, хорошо. Смотрите, я сейчас немножко переформулирую. Оно, так сказать, чувствительнее всего относится, когда у вас что-то очень низкое. То есть вы можете дом почитать, взять 0,1 и 0,9, почитать его среднеарифметическое, среднегеометрическое, среднегармоническое. И посмотреть на все три числа. И посмотреть, что из них будет меньше. То есть среднегармоническое, оно хорошо работает тогда, когда вам важно не просадить обе. Вам важно, чтобы у вас precision был не в нуле, и recall не в нуле. Понимаете, да? То есть если у вас хотя бы одна из метрик 0, среднегармоническое уже не 0, а гармоническое сразу 0. Понимаете? То есть гармоническое оно сильно штрафует за, когда вы просарываете один из элементов. Поэтому его используют обычно для оценки качества, для несбалансированной выборки. Кстати, угадайте, какая будет метрика у вас в вашем соревновании, в вашем проекте. А, F1, да. Вы будете работать F1 на вашем проекте, который я вам дам сегодня во время семинара. Коллеги, вопросы? Набросы? Коллеги? Еще раз? Почему мы берем recall и precision только для первого класса, если много классов? Смотрите, это для бинарной классификации. Если у вас много классов, обычно, ну, это будет объект на лекции по классификации, но так чисто в базовом смысле, вы можете взять для каждого, а то усреднить. А вереешь сделать. То есть, это для бинарной, как вы верно заметили, это для бинарной классификации. Для многоклассовой классификации это будет тема лекции номер 4. Здесь я просто вам дал, как бы, такой материал, чтобы вы вообще, чтобы мы говорили о оценке новолляции не просто как что-то абстрактное, а совершенно реальное. Берем, считаем, как бы. Берем питон, берем precision, recall, считаем offscore, как бы, без проблем. Что у вас не было, как бы, это как бы буквы на воде. Коллеги? Набросы? Набросы? f1 скорбит не посчитает, если будет оба номера, это здесь. Ну, я не знаю, это верно, но это зависит от реализации. Скорее всего, может, если 0, 0, то будет 0. Ну, я совершенно не знаю, как склер не сделан, скорее всего, 0, да. Окей. Поехали дальше. Дальше очень важный вопрос, на котором у многих проблемы. Как правильно делать валидацию? Вот вам может сказаться, что правильно так. Берем случайные объекты и забиваем на них. Вот это валидация. Иногда да, иногда нет. То есть не всегда брать случайные объекты, это хорошо. Первая мысль, которую надо посетить, это то, что называется stratified. Как переводится по-русски? Господи. Ну, страты, да, статистики, стратификации. То есть у вас, у вас как бы ваш каждый сэмпл валидации, он должен быть как бы репрезентативной выборкой из общей генеральной совокупности. То есть самый простой такой практический опыт это то, что у вас, если у вас выборка маленькая, у вас может быть так, что в каждой страте попадет распределение классов. То есть у вас, например, может быть так, что вы делаете валидацию и у вас будут все единички, например, в одной страте. Это как бы плохо, у вас качество будет сильно как бы плавать. То есть если у вас выборка маленькая, вам нужно сохранять баланс классов для каждой страты. Это делает stratified k-fold с клерни. Я рекомендую во всем познакомиться. То есть если выборка маленькая, это как бы must-have. Если выборка большая, то скорее всего в каждом сэмпле у вас будет достаточно объектов. И тогда вы сможете как бы, скорее всего у вас будет как бы выборка, каждая страта будет репрезентативной. Это понятно, да? Отлично. И более сложные вопросы. Вопрос, как сказать, идейный. Вот нам нужно, чтобы наша эволюционная выборка была бы в таких отношениях с трейновой. Таких же, как тестовая с трейновой. Понимаете? То есть мы не должны всегда нарушать как бы эту логику, вот эту идеологию задачи. Пример. Вот есть спам-фильтр. Есть, нам дал, нам дали трейн. Это значит письма, где размечено спам, не спам. Есть тест, где тоже письма размечено спам, не спам. Вот. Как правильно отложить из трейна кусочек, на котором будем валидироваться? Взять спам, не спам, но в правильной пропорции. Ну, да. То есть, здесь явно никакой, как бы, идеи в данных не заложено. То есть, вы можете просто случайные письма, но в правильной пропорции, если вам это важно. А вам, скорее всего, это важно, потому что классы будут сильно несбалансированы. То есть, классы спам будет, скорее всего, сильно-сильно-сильно-меньше, чем не спам. То есть, вам, скорее всего, нужно будет делать стратифайл. Ну, обычно, писем со спамом сильно-меньше, чем не спам, если вообще письма в мире. Скорее всего, я, конечно, у нас есть почтовики, которые, скорее всего, больше избираются, но по своей, как бы, по почтовому ящику я могу сказать, что меньше. Ну, или я просто слишком счастливый человек. Это понятно. Более сложный вариант предсказания объема продаж на следующую неделю. Значит, у нас объект, это как бы пара, товар, номер недели. Значит, нам тест сказал, типа, вот, мужики, вам, значит, данные за год, хочу предсказание на следующую неделю. Вот, как бы, продажа айфона за год, хочу продажа айфона на следующую неделю. Как нам сделать валидацию? Чтобы, как бы, брать случайные пары продукт и неделя или как? Нам нужно взять именно интересующую нас неделю такую, как бы, айфона за год. Вы должны... Еще раз, давайте, я сформулирую. То есть, есть год, вам дали год, год, год недели, сколько недели в году, не знаю. 52, отлично. Вот вам дали 52 недели, да, сказали, предскажи мне, друг, на 53-ю. У меня будет тест на 53-ю неделю, я знаю их таргеты. Понятно, да? А у вас 52. Как сделать такую валидацию, чтобы ваша оценка качества была такая же, как в этом тесте? Да, да, абсолютно правильно. Это 50 недель для трейна, 51-ю для теста. Понятно, да? То есть, у вас задача, как задача экстраполяция, предсказать, как будет потом. Если вы будете брать случайные недели, да, вы, интерполяция, это другая задача, что вас не хотят. У вас данные, как бы, у вас в трейне будут данные из будущего для валидации, а в реальных данных у вас не так, у вас в тесте только будущее. Понимаете, да? Давайте это уясним, важный момент. Нет, подождите, так, у нас же год получается, нам дал год, а мы уже следующим живем. Вот это я не понял. Смотри, нам дам год до нашей недели. Это не очень важно. Давайте не год эти 20 недель вам дали, чтобы вас не мучить. Вам дали 20 недель, пускай это 21-ю. Вот не год. С годом, может быть, я вас как-то неосознанно запутал, но я не хотел. Вам дали 20 недель, пускай это 21-ю. А если 21-ю, это какая-то новогодняя. Вот, вот, вот. Видите, какие вы все умные. Вот. Это зависит от заказчика. Есть заказчик, как бы не сумасшедший. Он вам не дал какую-то особенную неделю. Понимаете, да? То есть он не дал какую-то неделю, которая сильно-сильно выделяется из своего обучения. То есть он как бы тоже понимает, как в принципе работает ML. То есть если вам дали какую-то особенную неделю, вы ничего не сделаете в этом. Вы не знаете закономерность. Ну, например, если у вас в тесте особенная неделя, вы можете найти эту же особенную неделю в трене и ее использовать для валидации. Понимаете, да? То есть если у вас данные за несколько лет, вы можете взять то же самое Рождество, валидироваться чем хуже чем лучше братья на две последние недели для валидации 20 недель в трене вас предсказать на 21 так вы хотите сделать так взять случайные недели засунуть их в валидацию да да в чем проблема это да девятом реально вот девятую неделю то что у вас будут данные аппарат за десятую неделю а зная за восьмую неделю и десятую неделю проще сказать за девятую неделю у вас будет интерполяция у вас есть за прошлое за будущее они за среднего понимаете а тут наоборот у вас есть прошлое но будущее но задача как бы качественно совершенно другая это понятно коллеги а приятно значит все поняли и третий вариант он более сложный вот предсказание стоимости квартиры для всего дома целиком вот эти не карт то есть мы предсказан стоимость квартиры но в тесте те дома в трене которых нету вот он взял как бы новостройку и всю и сумму в трест вот всю понимаете вот как пройдет валидацию в тесте нету в тече в трене нет тех домов которые есть в тесте да то есть правильный вариант вы берете просто все дома случайно вам бейте в трейн случайно дома в валидацию и квартиры из этих домов вы берете в трейн квартиры дома берете в валидацию так что у вас дома и трейн из валидации не пересекались ну что еще раз у вас задача предсказать для нового дома и вот будут квартиры из того же дома это сильно проще потому что как бы эти дает то есть если у вас есть какая-то хрущевка у вас есть квартира эту хрущевку одна комната и скорее всего одна комната из этой же хрущевки будет как бы такая же примерно а если у вас нет данных за этот же дом уже сильно сложнее понимаете да то есть не всегда делать валидацию нужно просто вот так на рандоме всегда подумайте три раза как связан тест с вашим трейном то есть что вообще от вас хотят и только тогда вы сможете сделать правильную валидацию коллеги все ли здесь понятно и и он дальше мы с вами мужественно преодолели две части за целый час у нас еще полчаса чтобы преодолеть третью часть если мы делаем просто в зависимости от того как это будет перебирать у нас вот например про следующую неделю так и на собой этот вариант и делать кусаться нельзя просто берете после делаете довольствую последнюю неделю предсказать ее для валидации но предпоследнюю и прошлое берете и так идите прошлое и утром соединяете то есть были даст уверения космоса не случайно делать нельзя просто деление всего времени она смотреть чтобы вы сможете делать кросс вы же понимаете как бы если у вас термин кросс валидация применяется только для случайных объектов вам нужно если у вас задача не как бы предусматривать случайность объекта вам нужно эту не случайно завернуть самим вот как с домами вы не перемешиваете дома много-много раз и у вас будет честная кросс валидация но с домами то же самое с неделями вы берете неделю случайно там пять и четыре берете в трейн делаете предсказание потом случайно неделю там десять и девять берете в трейн и усредняете понятно то есть вы как бы вашу кросс заворачиваете под ваши данные коллеги очень хороший вопрос мне прям нравится коллеги ладно идем дальше осложняем алгоритм во первых с метриками ну все мы любим математику да то есть три аксиомы понятно отсюда метрик можно вывести легко что метрика отсюда не отрицательна вопрос какие аксиомы нам нужны на самом деле очевидно нужно образом это ну чтобы у вас объект был если у вас есть объект в трейне то расстояние между ним нулевое очевидно то есть здравого смысла нужно это скорее всего но она я не будет поменяться вот неравенство треугольника оно явно образом не нужно но часто применяется из этих алгоритмов то есть алгоритмы внутри себя могут использовать для быстрого подсчета неравенство треугольника давайте примем пример общий пример метрики пусть д число признаков метод Коменковского это именно метрика но не для определенных п по-моему написано внизу по-моему для типа не метрика это просто разность сумма разностей всех признаков в степени п а потом от этого один на п вязать корень то есть два это просто и которые давай эта сумма раз в квадратах процесс корень если первых один это бывает манхэттенское расстояние и расстояние городских кварталов все просто разность модулей сумма разности модулейна бесконечность это у вас чтобы шопа всё том. максимальное расстояние мне será признаками кого-то у вас п бесконечности у вас финальный в склад вклад в общую сумму влияет только тот признак который максимально удален, а остальные можно пренебречь. Это просто максимальное расстояние между признаками. Расстояние Чебушова. Коллеги, это метр Кабенковского. Окей. Вот я вам визуализировал манхэттское расстояние, потому что, скорее всего, может, кто-то из вас не видел. То есть вот это две точки. Это ефелидовое расстояние, гипотенуза. А это манхэттское, это сумма разностей модулей. Раз, два. Расстояние городских кварталов. А вот это так названо, потому что в Манхэттене там такие улочки, и только можно так двигаться. Вот так в Манхэттене нельзя двигаться. Ну, оно же это вот эти две линии. Понятно, да? Манхэттенское расстояние. Да. Следующий важный пункт. Вот наша метр Кабенковского. Вот, представьте, что у вас первый признак это площадь квартиры, площадь ресторана. А второй признак это число сотрудников, количество официантов. Вот у вас площадь там типа 300 метров. А 600 метров там 8. Вот очевидно, что в общую сумму ах так нельзя брать, потому что у вас разность будет для больших признаков большая, и она будет все забивать в общей сумме. А для маленьких признаков будет маленькая. И будет еще маленький вклад. Ну, очевидно, да? Что же делать? Что же делать? Есть таких два общих варианта нормировки. Так, чтобы привести все признаки к одному и тому же масштабу. Чтобы они говорили в одних и тех же, как бы, величинах, как сказать. Первый вариант. Стандартизация. Мы берем признак, вычитаем из него его среднее и делим на его... Господи, стандарт отклонения. Так, вопрос. Зачем мы это делаем? Почему именно так? То есть, что такое операция мы делаем? Ну, он не будет, как бы, нормальным, скорее всего. Но, как минимум, он, если признаки начали нормальным, он станет стандартным нормальным распределением. Вот так он будет распределен около нуля. Вот как-то вот так вот. То есть, у него будет... То есть, да, у него в среднем будет нулевое, а дисперсия единичная. То есть, он будет около нуля, чуть-чуть с минусом, чуть-чуть с плюсом, но в среднем он не будет сильно вылезать за ноль. Ну и нормализация. Это мы вычитаем минимум признака и делим на максимум минус минимум. Так, в итоге, что будет здесь? Да, да, вот здесь признак будет четко лежать от 0.1. То есть если здесь он будет лежать там типа плюс-минус 0, ну непонятно в каких масштабах на самом деле. Потому что вы не знаете, как сильно он далек от нормального распределения изначального признака. То есть здесь он будет четко 0.1, потому что поставить сюда минимум будет 0, поставить сюда максимум будет 1. Это понятно, да? Такие базовые варианты... О, важный вопрос, важный вопрос, который я хочу с вами обсудить. Вопрос. Вот эти мин и стд где считать? На трене или на тесте? Или на трене плюс тесте, или на валидации? Как правильно считать? Где считать среднюю дисперсию? Как правильно? Вот у вас будет задача, как бы, да, вот у вас будет реальная задача нам КНН сделать. Вот как вы посчитаете эту штуку? Нет, я сам КНН. Ну, смотри, почему придется? Коллеги, ну давайте, пожалуйста, как вы думаете? Если мы оценку откроем, оценку на себе откроем. Вот, очень важный мыль. Смотрите, есть две задачи, которые мы решаем. Есть индукция, есть трансдукция. Индукция, когда мы хотим по ограниченному набору объектов восстановить общий закон природы. А есть трансдукция, когда мы хотим по набору, ограниченному набору объектов восстановить закон природы для другого ограниченного набора объектов. То есть для теста. Смотрите, если вы решаете приклонную задачу, для которой вас четко просят, типа, дорогой друг, выбей максимальное качество на тесте, то нужно мешать трейн и тест вместе. Понимаете, почему, да? У вас среднее, это будет более, как бы, честно для общего. Вы таргет никак не используете, потому что у вас нет его. Если у вас задача построить закон природы, тогда, тогда, если вы будете мешать тест, вы, я на образу, на него подгонитесь. Понимаете, разницу, да? Есть задача, как бы, для любой выборки сделать хороший алгоритм. А если задача четкая, выбить скорр на тесте. Если скорр на тесте, то мы их мешаем. А если скорр для всего хорошего в мире, то не надо. У вас будет просто скорр на тесте смещен. Коллеги, это понятно? Все зависит от задачи. От задачи. Извините, пожалуйста, а столь раз, на склонение, на дисперсию, в общем, или нет? Нет, оскорить. Ну, типа, где, ну, вы потом разберетесь без меня. А разве вы сказали задачу убедить тесту? Мы же не понимаем, что я не знаю, что правда. Смотрите. Если вам сказали сделать большой скорр на тесте, не используя, как бы, хаки явные, то есть не используя, там, таргет теста, да? То есть, вы знаете, есть соревнования Kaggle, да? Kaggle типа, которым вы будете все разбирать. Там есть обучающий выбор и тестовая. И вам нужно видеть максимальный скорр. То есть, в этом случае вам, как бы, пожалуйста, понимаете, да? То есть, есть разные типы задачи. А если у вас задача, как бы, реальная бизнесовая, алгоритм, которым будет, там, вам профит в бизнесе, то нет, как бы, извините. А вот если у вас, типа, четкий тренд, четкий тест, пожалуйста, welcome. Так, времени остается меньше, я становлюсь быстрее. Расстояние на ксериальных признаках. Понять, что Минковский довольно глупый вариант для категорических признаков. То есть, вычитать, там, типа, между, там, типа, типом кухни номер 3 и тип кухни номер 6, разница 3 довольно по-глупому. Поэтому первый вариант. Расстояние Хемминга – это просто число категорических признаков, которые имеют разные значения. Понятно, если у одного ресторана кухня 3, которые, там, суши, а другого ресторана кухня 6, которые пицца, то это, как бы, не равно. А если там, суши, тут суши, то ноль. Понятно, да? Счетчики. Счетчики, счетчики, счетчики. Это мы кодируем категориальный признак каким-то другим вещественным аналогом, а потом считаем на нем расстояние. Обычно используют не вещественную признак, а целевую переменную. Вот смотрите, если у вас тип кухни, как признак, вы берете в качестве закодированного признака тип кухни среднее значение выручки ресторана из этого типа кухни. То есть если у вас ресторан типа суши, вы считаете, сколько в среднем суши зарабатывают денег. И уже относительно этого считаете расстояние. У вас будет новый ресторан, там, пицца, и она в среднем зарабатывает столько же, сколько и суши. Поэтому в среднем они похожи. Понимаете, да? То есть вы кодируете признак, которого вы не можете иметь явное расстояние, с помощью целевой переменную, а использовать целевой переменную — это, как бы, самый верный вариант, потому что вам именно ее нужно сделать. И затем используйте расстояние. Это понятно, коллеги? Очень важная мысль. То есть вот эта тема с кодировкой — это очень-очень-очень-очень популярная вещь для решения задачи анализа данных. Именно прикладных, то есть всякие, Kaggle — это все, очень там любят. Берем категорию, кодируем ее, например, средним значением целевой переменной в этой категории. А потом считаем расстояние. В чем нюанс? Нюанс в том, что если вы так явно сделаете, у вас, как бы, в фичу объекта залезет его собственный таргет. Потому что он этой категории, да, и вы, как бы, его же запятите в среднее. Это будет явно, как бы, то, что это дата-лик. У вас, как бы, в обучающем множество, в фичу пролезет больше информации, чем та информация, которая есть в тесте. У вас в тесте нет таргета, поэтому его таргет все не пролезет. А в трене есть информация о таргете, и у вас пролезет. Поэтому, когда вы делаете такую вещь, вам важно, чтобы среднее не использовал тот объект, для которого вы считаете фичу. То есть у вас объект, ресторан, типа суши. Вы считаете выручку типа суши для всех объектов, но не в нем. И так для всех объектов. То же самое, что с кроссфолидацией. То есть нельзя учитывать данные из теста, когда мы кодируем. Нет, нельзя учитывать таргет именно этого объекта. Вот именно его нельзя учитывать. Потому что, когда вы будете использовать на тесте, у вас в эту фичу таргет этого объекта не попадет, потому что у вас его нету просто. То есть у вас в среднее, как бы, у вас заранее в фиче будет больше информации, чем есть в тесте. Почувствуйте это как бы морально. Вот, посмотрите, пример суши. Представьте, что у вас всего три объекта ресторана типа суши. Вы считаете его среднюю выручку. И если вы используете таргет этого объекта, то у вас как бы это среднее будет сильно смещено к правильному ответу. А на тесте нет, потому что вот тестовый объект не участвовал в этом усреднении. И все, как бы, у вас конец, у вас фича сильно подогналась под трейн. Это переобучение. Поэтому, когда вы участвуете среднее, вы считаете для тех двух, которые не являются этим объектом. Чтобы среднее было честным. Коллеги, это важная тема, сложная, но я хочу вас помучить, потому что что-то вы с этим разобрались. Коллеги, вопросы, набросы. Понятно с кодировкой? Ну, замечательно. Дальше, идем дальше. Побыстрее идем. Ну, понятно, костное расстояние. Это расстояние типа угол. Угол между векторами. Есть вектор x, есть вектор y. Посчитаем между ними угол, возьмем ракочинус. Обычно делают так. Берут похожесть, как вот это, то, что стоит под ракочинусом. То есть, типа, когда они одинаковые, это просто единичка. Когда они противоположные направления, это минус единичка. А потом расстояние берут единица минус похожесть. То есть, это расстояние от 0 от 2 лежит. То есть, когда это минус единица, это 2. Да, все правильно. А когда это единичка, это нолик. Понятно, да? То есть, это похожесть, угол между двумя векторами, а это расстояние мы вводим единицу минус похожесть просто. Сим — это похожесть. Это я просто ввел в similarity. То есть, иногда удобно делать обозначение через similarity, а потом делать расстояние как один минус similarity. Ну, просто как бы чисто идеологически. Это чем больше, тем лучше, а это чем больше, тем хуже. Понятно. Часто используют для текстов. Почему? Почему? Почему этот текст часто любит в космическом состоянии? Нет. Не поэтому. Потому что вариант А. Тексты представляют длинную котировку. Там, например, это 100 тысяч признаков, каждый признак является ли, есть ли это слово в этом тексте. Считать космическое произведение для этого очень просто. Вам нужно взять только те объекты, в которых и там, и там не единичка. Это сильно быстрее просто. Это окей. И второе, когда у вас тексты, вам нужно, чтобы вам не было смещения на число слов, на длину текста. Вам важно, чтобы они по смыслу были похожи. То есть, как бы, здесь такая сильная аналогия с углом. Понимаете, да? То есть, вам не важно, насколько абсолютно они отклоняются, вам нужно, насколько... Какой, как бы, между текстами угол? Окей. Ну, следующий вариант — это расстояние Джаккарда просто. Джаккарда. Вопрос, как поверить расстояние между множествами? Вот у вас, например, есть приложение А и приложение Б. Это мешок слов. То есть, там, типа, в одном мама мыла раму, в втором, там, типа, мама ходила в магазин. То есть, у вас есть два множества. Как поверить между ними расстояние? Расстояние Джаккарда. Это... То есть, похожесть, понятно, что это, типа, x пересечения y. То есть, например, это сколько слов пересеклось в приложении А и в приложении Б, и это сколько слов в объединении. И это будет похожесть. Но один минус похожесть — это расстояние. С расстоянием Джаккарда — это насколько два множества похожи по пересечению. Ну, и отнормируемые на их объединении. Корее, как вы думаете, где поменять расстояние Джаккарда? Ну, может, классификация языков. Например, ну, а что является, как бы, множеством? Слова языков. Ну, хорошо. Ну, например, энграм языков, например. То есть, с вами слова не очень, потому что... Хотя, наверное, тоже нормально. Вот слов очень много, а энграм очень мало. То есть, например, у вас русский, украинский язык, вы можете легко по энграму тоже отличить. Хорошо. Ну, например, часто используются предназначные рекомендации. У вас, например, расстояние между двумя пользователями — это расстояние Джаккара между то, какие фильмы вы посмотрели. То есть, если два человека посмотрели очень-очень много одинаковых фильмов, и председание очень большое, то это как бы очень-очень похожие пользователи. Понятно, да? То есть, в задаче рекомендации тоже очень часто используются в состоянии Джаккара. Где x, y — это множество фильмов, которые вы посмотрели. Окей? Здесь же отношение мощности в нем? Да, конечно, да. Это мощность. То есть, это как бы немножество. Даже опечатка. Коллеги? Ну, понятно, что расстояние Ливенштейна. Это когда у вас строки. Вам нужно понять расстояние между строками. То есть, это количество операций, там, вставки, что там еще, удаление и замены. То есть, например, вы можете легко понять, что расстояние между kitten и string — это три. То есть, kitten и sitting — три. Вы можете легко понять, какие символы уже вставить, какие символы удалить, чтобы получить это преобразование. Это три. Коллеги, вы знаете, что у вас есть расстояние Ливенштейна? Да, окей. То есть, какая сложность его вычисления, кстати? Да, да, да. То есть, с помощью динамических программирования расстояние, сложность вычисления такого расстояния — это O от N на M. Где N — число, ну, буква no, и M в другом. Ну, например, вот это расстояние очень часто применяется на задачах, где пытается понять, например, строить опечаточник. Понять, как слово A похоже на слово B. Сочиня, что если расстояние Ливенштейна у него маленькое, скорее всего, это может быть опечатка какая-нибудь. То есть, человек просто перепутал две буквы, и это сами тоже самое слово. То есть, во всех задачах со строками, в том числе и в опечаточнике, расстояние Ливенштейна часто применяется. Окей, это вы тоже поняли. Дальше идем, последний слайд про расстояние. Это вот мы посчитали много-много-много-много расстояний там для вещественных признаков Минковского, для катериальных там насчетчиках. Расстояние Ливенштейна для строк. И все это про два объекта. То есть, у нас объект может быть и строками характеризоваться, и вещественными признаками, и категориальными, и еще множествами, как Джакара. Вот как потом все это объединить? Ну, вот так. Просто как взвешенную сумму. Вопрос, как подобрать веса? Поставить систему Минковского. Да, а таргет что? Типа AX равно Y, а Y что? Ну, типа известное расстояние. Ну, а в основании нет, это состояние. Не знаете? А какой смысл использовать несколько метров? Знаете, у вас объекты тянутся разными признаками. Знаете, у вас может быть картинка и подпись картинки. То есть, это текст и картинка. То есть, обратный вопрос? Абсолютно правильный вариант. Это как бы... Адекватный вариант? Да, адекватный вариант. Просто взять сетку. У вас на самом деле штука ро будет всего там 3-4 на самом деле. Просто возьмете сетку и переберете. И печатаете скорую навалюдацию просто. То есть, простой вариант. Просто берете и перебираете. То есть, если у вас число оптимизирующих параметров там типа 2-3, лучше, чем полный перебор, вы не сделаете. Как понять, перебираем? Ну, при сетке это с от нуля до 0-5, так и делаете. Бесконечно. Нет, вы уже понимаете, что у вас... А я даже у минусу виден, что у меня нет. Окей. И самое страшное, что есть метрический алгоритм, это проклятие размерности. Что не дает метрический алгоритм, как бы, так сказать, взорвать, войти на олимп машинного обучения. Смотрите, картинки с бишопом, я надеюсь, вы ее найдете в оригинале. Смотрите, возьмем признак, который лежит на эпизоде от 0 до 3. И мы хотим, очевидным образом, чтобы наше, так сказать, пространство в трене было покрыто равномерно. Чтобы нам потом было удобно искать бляжьего седа. То есть, понимаете, мы хотим, чтобы, например, наше пространство было покрыто равномерно объектами из обучения в обучающей выборке. Очевидно, что если мы поделим нашу обучающую выборку на целые, ну, то есть на ячейки, и захотим, чтобы в каждой ячейке был хотя бы один объект. Вот у нас, когда, предусловно, один, таких ячейок — три. Ну, если от 0 до 3, поделим на три ячейки. Окей. Когда два признака, ячейчик уже 9. Когда три признака, ячейчик уже сколько? 27, да. То есть, смотрите, если вы хотите равномерно заполнять ваше пространство объектами, вам будет нужно все больше и больше, 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 больше объектов. То есть у вас ловность как бы экспоненциально возрастает. У вас там для пяти объектов уже будет, понимаете, там, 3 в пятой. К чему это приводит? То есть у вас пространство многомерное, очень-очень сильно разрежено. То, что вы говорили вначале. У вас, на самом деле, в этом разреженном большом пространстве все объекты очень будут далеки друг от друга. У вас здесь вот ничего не будет, вот ничего. Потому что здесь очень высокая размерность. В этой ячейке вообще ничего нет. И ближайшее будет через много-много-много-много-много ячейчик. Понимаете, да? Прямо то, что у вас количество объектов для равномерного заполнения пространства растет экспоненциально к размерности пространства. Поэтому у вас размера там типа 1000, надеется, что расстояние, вот здесь будет что-то похожее на него, просто, ну, как бы, нет шансов. То есть расстояние становится не информативными, а, собственно, бессмысленными. Понимаете, да? Это и есть проклятие размерности. То есть в таких пространствах ни тысячи, которые просто не работают. Коллеги, важный момент. Поняли вы, что это проклятие размерности? То есть проблема в том, что число ячейчиков растет, поэтому равномерно заполнить мы не можем их объектами. Потому что объекты просто ограничили число. То есть если у нас было бы бесконечный-бесконечный-бесконечный угол объектов, тогда да. Тогда мы бы все заполнили бы и все. Что с этим делать? Ну, то, что мы с вами обсуждали на прошлой лекции. Первое — это снижение размерности. Это мы обсудим с вами в конце курса, на последней лекции. Это нахождение каких-то скрытых заатномерностей в данных, который позволяет вам снять размерность 2 в 5 в размерность 1. Это вот то, что мы обсуждали в прошлый раз. Я надеюсь, вы это помните. Ну и прошлый вариант — это просто удалять вредные признаки. Как вы думаете, что такое вредный признак? Что такое? Что такое вредный признак? Он мешает вам. Не влияющий на результат, но меняющийся. Кладильный, потом меняющийся. Вот что такое результат? У меня нет еще алгоритма, понимаете? На таргете для того, чтобы уже... На таргете для тестов данных. Ну, окей, хорошо. Есть другие варианты, скорее. Дублирующий, другой признак. Включи раз. Да, да, вот два варианта. А. Бесполезный для качества. Б. Дублирующий, но если он дублирующий, скорее всего, он бесполезный тоже. Ну, еще варианты — шумные признаки. Просто как бы шум белый. Да, да, окей. Два варианта. Типа признаки или шумные, или просто дублирующие. То есть, типа, признак А не нужен, если есть признак Б, ну или наоборот. И просто признак совершенно не информативный. Как бы самый тупой вариант, как уменьшить качество. Просто перебрать все варианты. Вот просто берете ваш алгоритм, даете ему такие-то признаки, такие-то, такие-то эти варианты. Вариант, как можно понять, два в степени количества признаков. Ну, если как бы использовать нулевой вариант, где ноль признаков. Если у вас признаков 10, 15, это как бы хорошо. Чисто теоретически вы можете это сделать, реально. Вы можете перебрать, там, типа, 1024 варианта, как бы, и без проблем. Ну, например, распроверить, там, все такое. То есть, если признаков мало, это отличный вариант. И лучше, как бы, это лучше ничего не сделать. Переберяйте все варианты, смотрите качество. На валидации, естественно. Дальше, как избавиться от дубликатов. Ну, взять корреляцию, например, Пирсона, и просто найти эти пары, которые сильно скелированы. И убрать коррелирующий признак. Третий вариант. А, это, видите, это был третий вариант. Это был третий вариант, как раз, скрепить пар признаков. Посчитать корреляцию с целевой функцией, например. Вы можете, если у вас признак шумный, скорее всего, он никак не будет коррелировать с признаком, с таргетом. Если изначально у вас признак какой-то безумный, он ничего не значит, вы можете легко его отловить вот на этом этапе. Понятно, да? Посчитать скрелированный пар. И просто такие эволюстические алгоритмы просто берете, последовательно удаляете худшие признаки. То есть берете как бы все признаки сначала, считаете качество, по очереди удаляете каждый, смотрите, какой можно удалить, чтобы было лучше. И так, тыр-тыр-тыр. Такой жадный алгоритм удаления признаков. То же самое жадный алгоритм удаления признаков. Берете ноль признаков, добавляете первый, смотрите качество. Берете его, добавляете, потом к первому добавляете второй. Максимально по качеству. Третий, четвертый, пятый, пока не будет максимального качества. А можно, например, как здесь учитывается знание предметной области? Ну, так что, например, вы можете взять в первый базовый вариант признаки, которые точно нужны. Прямо вот точно. Например, если у вас задача, например, для ресторанов, точно возьмите выручку санта за прошлый год. Ну, скорее всего, поможет. Вот фамилию официантов не берите, как бы, возможно, не поможет. А вот, понимаете, да, тут вот здесь важно задать, как бы, начальное множество. Коллеги, отлично все. Устали под корреляцией с целевой функцией. Берете таргет. Регрессию, берете фичу, столбец, считаете пирсона. Смотрите значение. Коллеги, устали ли вы? Смотреть качество нужно на валидации, да? Естественно, все, что я говорю, это все про валидацию. Я узкал про валидацию, все на валидации. Тест не трогаем, нельзя. Трей не надо. Валидация — это свой тест. Да, да, это местный тест, да. Коллеги, окей, все? Отлично. Резюме. Метрические алгоритмы. Очень наглядные, абсолютно правда, абсолютно правда. Идеальная работа, если у вас метрика правильно выбрана. То есть если вы, как бы, гипотеза компактности не принес, они очень сильные. То есть если вы правильно выбрали метрику, то вы, как бы, выиграли. Ленивый алгоритм вообще не учится. Представляете, это беспризнаковое распознавание. Я сразу вам дам пример, что такое беспризнаковое распознавание. Это распознавание, когда вам не нужны, как бы, признаки. Это, например, задача, например, идентификации личности. Вот вы пишете подпись, и это задача смачить, как бы, найти похожую подпись на вашу. Вам не нужны признаки подписи. Вам нужно просто уметь мерить расстояние между этой подписью и другими подписями. Это называется беспризнаковое распознавание, когда вы, по сути, признаки не используете вообще. Вы просто задаете метрику между объектами. Это всякие задачи идентификации, например, поиска можно. То есть вы можете по картинке искать похожую картинку, просто по метрике. Вам не нужны признаки на самом деле. Вам нужно только расстояние. Ну и понятно, что такой инсайт для вас. На признаковое распознавание, как правило, работает хуже. То есть если вы возьмете КНН в каком-нибудь там евклидовой метрике, вы просто от балды, скорее всего, он проиграет другим алгоритмам. Такой инсайт. Ну, про примеры я вам рассказал признаковое распознавание. Например, давайте потом про сложность. Какая у меня сложность обучения и предсказания? Как вы думаете, коллеги? Ну, алгоритмичка сложность. Предсказание линейное по две линейные обучающие. Ну, и линейное по числу объектов, потому что вам нужно как бы расстояние считать как бы. Ну, понимаете, у вас для каждого объекта есть расстояние, а это О от числа признаков. Вам нужно сумму считать, а на число признаков. Ну, а обучение? У вас предсказания тоже линейные. Для предсказания вы берете все объекты обучающей выборки и считаете все расстояния. Вы заранее ничего не готовите здесь. Я имею в виду, смотрите, для обучения методу просто запоминаем выборку. Все. Вы взяли и считали из файлика. О от Н на Д. Предсказание. Берем всю выборку и считаем все расстояния. О от Н на Д. Понятно, да, коллеги? Тут вопросов нет. То есть все считали, для нового объекта со всеми прогнали расстояние. Взяли лучшее. Понятно, что это как бы ужас. То есть в real-time системах это не будет работать. Вы не можете как бы для какого-то там поисковой системы брать обучающую выборку и все сравнивать. Это как бы нереально. Кстати, для кабеля же сети что будет? Вот если вот алгоритм кабеля же сети, какая у вас сложность? Ну, понятно, что обучение такая же. Какое будет сложное предсказание? Коллеги. Давайте у вас уже был курс по алгоритму. Да, что? Ну, мы Карл сочетаем. То есть да, да, да. Это как бы... Вот вы, кстати, как использовать для этого алгоритма какую-нибудь кучу? Да, как? Какая бы сложность, если будет присутствовать кучу? Какая сложность алгоритма для кабеля же сети? Вам нужен для... Нет, 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 n нельзя, потому что у вас к объектов нужно найти. У вас как минимум нужно быть к участвовать в сложности. Вам нужно для объекта тестового найти к ближайших из трейна. Ну, почти. Смотрите, вам нужно точно пройтись n раз. n 7 точек никуда не денется. Вы все равно посчитаете n расстояние. Вы как бы, извините. Да, n лука. Бесяще. То есть куча. Вы используете кучу и сложность ставки удаления элементов с кучей в логарифмическое. И вы делаете n раз как бы. Вы считаете n расстояние просто, а потом кучей запихиваете за логарифмы. А потом просто вы даете кучу как бы ответ. Коллеги, если вы не знаете, что куча, у вас не было куча по логарифмам, пожалуйста, я вас очень прошу. Почитайте, как находить к ближайших соседей. Это как бы важно, чтобы вы это понимали просто логарифмически. То есть вариант простой, он меня не устраивает. Вариант с кучей, он нормальный. В любом случае, мы же n расстояние запихивали. Да, нет. Вы же k расстояние. То есть вам больше, чем k не нужно расстояние. То есть если бы было n, да, то было n лог n, да, это правда. Коллеги, давайте пообсудим тогда еще вопрос. Зачем мы все это делаем тогда? То есть конечно, сложности гигантские, да? Сложности гигантские. И качество не очень большое. Я вам сказал, что на признаковом распознавании, как бы, ну он не выигрывает у других алгоритмов очевидным образом. Конечно, зачем все это, как бы, бесполезный алгоритм, я вас зря собрал, как бы, полтора часа в двухоте сидели, как бы, все очень плохо, неприятно. Может, он делает какую-то черновую работу. Так. Какую-то предобработку очень нравится. Хорошо вы мыслите. Хорошо. Во-первых, надо сказать, что можно его ускорить. Можно его ускорить. Я хочу, чтобы... То есть у меня уже заканчивается время, поэтому я хочу, чтобы на это тратить время на лекции. Смотрите, можно пространство структурировать заранее. Вот вы знаете, что есть бинарные делаемого поиска. И вы не ищите за линию, а ищите быстрее. Также и с N-мерным пространством. Можно построить там деревья. КД-3 и Бол-3. Которые будут ваше пространство делить, как бы, на кучу высекать. Потом берете тестовый объект и смотрите, в какую кучку он попал, а потом поднимаете, собираетесь сидеть. Можно показать, что такие алгоритмы, которые вы почитаете дома, иначе я очень расстроюсь. Из Википедии, посмотрите, почитайте, там, как бы, реально несложно. Дают вам логарифмическую сложность по числу объектов, если признаков не очень много. Если признаков очень много, то опять получается, что все объекты очень-очень сильно друг от друга разбросаны. Опять-таки проклятие размерности. Из-за этого они плохо группируются в эти кучки. Из-за этого сложность снова будет линейная. То есть, если признаков не очень много, то вы реально, то есть, если у вас 10 признаков, то вы реально сможете сделать с логарифмом. Если признаков больше, там, 20, уже как бы нет. У вас уже прохладная размерность, и у вас признаки, у вас объекты так не группируются. Поэтому у нас спасает приближенный поиск ближайшей серии. Он имеет логарифмическую сложность даже для больших признаков пространства. Я вам перечислил разные идеи и алгоритмов. Но в целом, как бы, принцип такой. Мы найдем, как бы, к ближайших соседей, но, может быть, не самым точным образом. Может быть, они будут нереально самыми ближайшими. Понимаете, да? То есть, мы найдем с какой-то погрешностью. Но найдем все равно за логарифм. Понимаете, на сценарии я вам покажу о НОЙ. Это, как бы, самая популярная, наверное, самая популярная библиотека для поиска, приближенного поиска ближайших соседей. Мы разберем, как она примерно работает. Но в целом такой. То есть, мы, как бы, прощаем себе возможность, что мы не точно на нем ближайших К. Но зато сделаем это быстро. Сейчас, можно вопрос? Вот вы там на предыдущем слайде сначала говорили про функцию расстояния, потом у вас вдруг внезапно пространство структурировалось. Но для того, чтобы объекты в нем повесить, должны же быть какие-то условия выполнены. Ну, если у вас изначально была матрица расстояния, потом вдруг появились координаты в этом пространстве, при каких условиях такое преобразование возможности? Не понял. Сейчас, сейчас. Еще раз. У вас была матрица попарных расстояний, потом вы начали структурировать пространство. Это значит, что вы эти объекты отобразили в координаты с сохранением этих попарных расстояний. Сначала будут координаты с комплексом. Вы эту штуку не сможете сделать, если у вас нет координатов. КТ-3 намешатся на координаты. Откуда изделись координаты? Признаки, да. Ну, типа, это не работает, если у вас только метрики есть. Вы не сможете спроектировать метрику в какое множество. У вас есть признаки, вы на них строите, как бы, такие деревья. Это для беспризнаков образования распознание не работает. Каждая точка, это просто фичи. Просто фичи. Как там у них тогда упорядочили? Здесь у вас признаки разной природы. Вы их отнормирули. Какая там разница, разных природ или нет? У вас типа 0,5, 0,7. Какая там разница? Вот там типа 0,3 там 1 плюс 0,7 другая. Какая там разница? Какая там разница природа признаков? Ну, серьезно. То есть, если есть какая-то глубокая идея, я выслушаю. Но пока я не понял. То есть... Строку, например, трудно. А строку вы не засунете. То есть вам строку вам нужно привести в категориальный признак, например. А категориальный потом как-нибудь закодировать. То есть, со строкой вы здесь не можете работать. Здесь можно работать только с вещественными числами. Ну, в крайнем случае, с бинарными. Там 0,1. Ну, точно с категориями это не прокатится никак. У вас расстояние до категории, ну, как бы, такое не сработает. Так, коллеги. Итак, приближенные алгоритмы за алгоритм. На лекции, на семинаре разберем. Чтобы вас больше не мучить. Так, ну и финальный слайд. Такой мотивационный. Вопрос. Применяют ли тематические алгоритмы? Да. Я тому свидетель. Да, применяют. Применяют. Во-первых, как вы верно заметили, они идеально работают для отбора кандидатов. Представьте себе такую огромную поисковую систему или рексистему. К вам приходит новый человек за рекомендациями. У вас есть там 100 миллионов фильмов. Вы не можете для каждого фильма считать признаки с каждым объектом, а потом отдать какую-то сложную-сложную модель. Будет просто очень долго. Поэтому часто используют эти быстрые метрические алгоритмы для быстрого грубого поиска, как бы, людей, которые... Ну, фильмов, которые будут похожи на те фильмы, которые смотрел этот человек. То есть есть человек, он смотрел, например, там, не знаю, «Историю игрушек». Вы примерно знаете признаки для истории игрушек, и быстро-быстро-быстро во всем вашем трейн-выборке, который из миллионов-миллионов фильмов, доходит фильмы, похожие на «Историю игрушек». Ну, там, всякие мультики, там, может, какие-то, там, детские, там, фильмы какие-нибудь, там, «Один дома» какой-нибудь, еще что-то такое. А потом уже эти фильмы отдаете финальной модели, да? Там, строить признаки сложные, там, всякие, там, нейронные сети начинаются, всякое такое. Понятно, да? То есть для грубого отбора кандидатов подходят такие быстрые, приближенные алгоритмы. Ну, и понятное дело, что вот эту величину ρ вы можете спокойно отдать, как фичу для новой и другой модели. Если вы вычитали расстояние между объектами, а потом это расстояние отдали новую модель, она уже решит. Понятно, да, что сам по себе, как финальный алгоритм, метрический алгоритм, он плох, использовать его не надо. Ну, как такой отбор плюс дополнительная фича для новой модели, это, как бы, очень хорошо. Его реально использовать, и он, как бы, реально хорош. И вот все эти либы, они, как бы, ну, на меня золото, они делают постоянно новые. Вот этот фаис, он сейчас сделан в Фейсбуке в 15-м году. Такое, как бы, все очень востребовано, очень свежо все. Так, коллеги, наверное, у меня все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...